С нами на связи Александр Сырский, главнокомандующий вооружённых сил Украины. И вопрос к нему, что происходит на линии фронта и на самых горячих участках. Урска, область Российской Федерации. Господин генерал, рады видеть вам снова. Уважаемые участники, 916-е сутки широкомасштабной российской агрессии против Украины На сегодня оперативно-стратегическая обстановка остаётся сложной. На протяженности фронта силы обороны ведут активные боевые действия. Тысячи километров до 140 вражеских атак отбиваются. За вчерашние сутки этот указатель составил 170 атак противника. Основные усилия сосредотачивают в Донецкой области противник. К его цели остаётся неизменным выйти на административные границы Донецкой области. Пользуясь преимуществом в ракетах, террористских боеприпасах, наиболее интенсивной боеприпасов продолжается на Тарковском направлении. Также активно враг действует на Кубинском, Лиманском, Торецком и Краматорском направлениях. На юге Украины враг снизил свою активность, и это, прежде всего, связано с тем, что частью своих сил и средств он перекинул на Курское направление. И вместе с этим продолжает ведение локальных наступательных действий в Запорожской области, пытаясь восстановить утраченное положение в районе работы на Финксовской области, не оставляет попыток возобновить контроль в районе речки. Дельты и патильника с основными действиями у патильника остаётся поддержание высокой интенсивности альтерийского огня, нанесение авиационных ударов, высокой интенсивности с использованием управляемых бомб и пользование ударными пиви-дронами. Как правило, этот показатель составляет 1400 случаев в сутки. Противник также не прекращает наши объекты экономики, атаковать и ключевые объекты военно-промышленного комплекса государства, а также цивильную гражданскую инфраструктуру силы обороны Украины, сосредоточащего силы на поддержание позиций, недопущение продвижения врага в глубину нашего государства. Мы применяем все средства, необходимые для максимального истощения наступательного потенциала врага, и мы наносим удары по вооруженным позициям и по скоплению техники, а также по важным объектам на территории Российской Федерации. Также хочу отменить, что украинские войны наносят ущерб, наносят повреждение войскам противника. Наступательная операция на Курском направлении у нас также увенчалась определенными успехами. Господин Сырский, можете вы уточнить, что происходит на Покровском направлении за самый горячий участок? Ситуация на Покровском направлении довольно сложная. В последние недели в среднем происходят более 50 боевых столкновений в сутку. Противник использует преимущество в живой силе, вооружение, военные техники, использует артиллерию, активную авиацию. Также пользуется бронетехникой. В целом наступательные действия ведутся штурмовыми группами пехоты. Пытается также перекроить участок автомобильной дороги Константинка-Покровска. Хочет нарушить логистическое снабжение силы обороны. Очень дорогая цена продвижения силы обороны делают все возможное, чтобы остановить продвижение ежедневно на этом направлении. В среднем наши войны уничтожают до 300 за очагов инженерное оборудование. Также используется оборонная ситуация. Находится, несмотря на всю сложность, под нашим контролем командование силы обороны делает все возможное для стабилизации обстановки на этом направлении. Два коротких вопроса. CNN USA, пожалуйста. Но очень коротко. Пожалуйста, расскажите нам, пожалуйста, о последствиях курской операции для зоны Покровска. Насколько ситуация у Покровска ухудшается, и много ваших солдат говорят, что их враг преобладает в живой силе, в технике. Насколько курская операция помогла поменять? Это влияние Курска на Покровск. И, насколько я услышал, также по местных Покровски. Своей на точки зрения. Одна из задач проведения стабильной операции на Курском направлении это отвлечение, было отвлечение значительных сил противника с других направлений. Прежде всего, это касается Покровского, Раховского направления. И, естественно, враг это понимает, поэтому он сосредотачивает основные усилия. Продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособная его часть. Естественно, Курская операция отвлекла значительное количество сил врага. На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже перекинуты на Курское направление. Эта цифра вырастает. Вместе с тем противник пытается снимать части с других направлений. На Покровское направлении, наоборот, увеличивает свои усилия. Поэтому, конечно же, наши воины делают все до безопасности гражданского населения. Каждый день продолжаются жесткие бои на этом направлении. Это зона нашей личной ответственности, нашего личного внимания. Мы сосредотачиваем основные силы и средства на этом направлении. Поэтому, конечно же, все это делается для защиты нашего гражданского населения. И вопрос обозреватель ЮЭ. Александр Станиславович, вопрос наш простой, но глобально непростой. Расскажите, пожалуйста, более подробно, какая сейчас ситуация на Курском направлении. Вы сказали успехи тоже подробнее, пожалуйста. Я хотел бы снова повернуться к слову проведения этой операции. Как вы знаете и помните, каждый день Российская Федерация с Курского направления, с территории России, стреливала наши приграничные села. У нас были многочисленные потери среди мирного населения, разрушены десятки наших населенных пунктов. Кроме того, противник сосредоточил на этом направлении значительное количество своих войск и планировал провести наступательную операцию на этом направлении. с целью создания зоны безопасности, защиты гражданских объектов в СССР, а также у истощения потенциала противника. Сегодня, 6 августа, мы начали операцию на Курском направлении. Сейчас мы продолжаем продвигаться вперед. Сейчас мы продолжаем наносить ущерб, вызывать у российских войск существенные потери в технике и личном составе. В 1294 у нас сейчас взято квадратных километров территории, 100 населенных пунктов. На каких размещается эта территория? Ну, благодаря успешным действиям наших войск, мы существенно пополнили обменный фонд. Сегодня на этом направлении в плен взяты 594 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, в свою очередь враг, конечно, пытаются нам противостоять. Он стягивает войска с других направлений, тем самым их ослабляет. И также пытается создать кольцо обороны вокруг нашего наступательного группировки и планирует дальнейшие наступательные действия. Но наши активные действия не мешают. Дальше дальнейшие действия на этом направлении будут напрямую зависеть от развития оперативной остановки. Спасибо. Продолжение следует...